Спасибо вам большое всем, что пришли меня послушать. Меня зовут Егор, и я работаю в компании Райк в должности директора по User Experience. Райк, наверняка, конечно, вы все уже знаете, что это такое, были у нас на стенде и так далее. Но на всякий случай скажу, что Райк это такой онлайновый сервис для управления проектами и организации совместной работы. Собственно, в Райке я работаю не так, чтобы давно, всего лишь с лета прошлого года. А до этого, 4 года, я занимал похожую позицию в компании Acronis, руководил дизайном продуктов для бизнеса. А еще до этого мы с коллегами, с партнерами запустили свою студию дизайна Turbo Milk. Вот, кстати, с Димой Жуковым, вот с этим бородатым товарищем. И это было в 2001 году, но первое время это было даже не то, чтобы бизнес, а просто вместе собрались дизайнеры и вместе что-то делали. А первые наемные сотрудники у нас появились в 2006 году. К чему это я клоню? Получается, больше чем 10 лет я уже руковожу разными командами дизайнеров в разных качествах. И за это время мне неоднократно приходилось наблюдать, как юный падаван превращается в настоящего джедая. Ну и потом, может быть, дальше тоже еще в кого-нибудь превращается. Но это если все проходит гладко, без всяких препятствий, как по маслу. В жизни бывает немножко сложнее. Бывает, что человек как бы упирается в невидимый потолок, останавливается в развитии. И даже не потому, что, допустим, у него не хватает каких-то знаний или талантов. Или не потому, что он там ленится, а потому, что очень сложно на некоторых переходных этапах между разными уровнями, сложно менять образ мышления. Это не значит, что нужно начинать думать лучше или там больше знать, хотя это тоже, конечно, не помешает. А значит, что нужно думать о других вещах, не о тех, о которых ты думал на предыдущем этапе. И вот это вот бывает непросто. Я для себя это вижу как некие пять ступенек. Вот про них как раз сегодня вам хочу рассказать. Сперва немножечко отступление. Вы все наверняка видели эту картинку. Она абсолютно правильная. Здесь все этапы в развитии карьера дизайнера проиллюстрированы набором инструментов, которые дизайнер использует на определенном этапе. Начиная там от фотошопа и иллюстратора и заканчивая, кто там главный креативный директор, с бутылкой шампанского. Это все правильно, но мой рассказ сегодня, конечно же, не про инструменты, которые мы используем в работе. Есть еще вот такая картинка в виде балалайки от ребят из студии АИС. Здесь этапы на жизненном пути дизайнера характеризуются какими-то ключевыми достижениями, наподобие как купить велосипед, чтобы подчеркнуть веру в Greenpeace, или решительно развестись с женой, чтобы спокойно играть в PlayStation. Но, как вы понимаете, мой рассказ сегодня тоже не про достижения такого рода, и вообще не про достижения. Еще есть вот такая так называемая профессиограмма интерфейса строения, подготовленная коллективом под руководством уважаемых Влада Головача и Алексея Копылова. Она, к сожалению, не такая красивая и наглядная, как предыдущие две картинки, зато она содержит очень важные списки компетенций, которые могут вам пригодиться, если вы вдруг зачем-то хотите, например, из начинающего дизайнера стать специалистом, может быть, даже экспертом. Но, опять же, мой рассказ, как вы уже, конечно, догадались, не про компетенции. Как я уже упоминал, сложнее всего при переходе с уровня на уровень дается не освоение новых инструментов, как на смешной картинке с шампанским, и не фиксация каких-то достижений, как на смешной картинке с балалайкой, и даже не наработка недостающих компетенций, как на несмешной профессиограмме, а изменение образа мышления. Вот об этом мой рассказ. И начнем, собственно, с самого начала, с чего обычно все начинается, как человек, живой человек становится дизайнером. Я, конечно, буду рассказывать, в первую очередь, исходя из своего собственного опыта, исходя из опыта тех ребят, которых я хорошо знаю, а это, в первую очередь, бывает, грубо говоря, через визуальный дизайн. То есть, сперва человек что-то там рисует красивое, что ему кажется красивым, кто-то еще это видит, говорит, вау, как здорово, какой ты молодец, какой у тебя талант, продолжай, пожалуйста, и человек, конечно же, это продолжает, чтобы опять получить такой же фидбэк. И это вот радость творчества в самой простой, незамутненной форме. Здесь вы видите скриншот с форума на сайте студии Артемия Лебедева в 2001 году. Там тогда собирались начинающие веб-дизайнеры, такие, как, например, Дима Жуков и я. И мы выкладывали там свои все работы, и такие же, как мы, начинающие веб-дизайнеры, нас критиковали, или и мы других тоже критиковали. И для меня, например, это было тогда очень ценно. Я почему об этом упоминаю? Потому что тогда я как раз понял, что критику вообще нужно слушать, прислушиваться к ней, она бывает полезной. Сейчас для такой фигни у нас есть дрибл. Я не уверен, что он также эффективно работает, как площадка для профессионального роста, потому что, по-моему, там чаще бывают такие комментарии в стиле «кукушка хвалит петуха». Но, по крайней мере, для почесывания своего эго, дрибл, я уверен, отлично работает. И в этом ничего, на самом деле, такого плохого, порочного нет. Если только, конечно, дизайнер всерьез не считает, допустим, количество лайков или количество подписчиков в дрибле каким-то настоящим индикатором своего уровня. Не поверите, мне встречались такие ребята, которые на собеседование приходили в резюме, писали «вот у меня столько лайков, столько подписчиков». Ну, офигеть теперь. Почему? Ну, вы, конечно, понимаете. В дрибле оно все маленькое, крошечное, вырвано из контекста. Непонятно, какую вообще задачу решали, к чему это и действительно ли это хорошо. Поэтому настоящим индикатором уровня это служить не может. И если дизайнер этого не понимает, на следующую ступень он перейти не… у него не получается. Есть тут немножко обходной маневр. Не то, что обходной маневр, а скорее такой выход в сторону. Можно не быть дизайнером, а стать художником. У художников все в чем-то проще, в чем-то сложнее. Если то, что делает художник, людям нравится, это покупают, у художника все хорошо. У дизайнеров все сложнее. Нам рисовать то, что людям нравится, для нас не единственная и в любом случае не главная цель. Когда дизайнер это понимает, он переходит на вторую ступень. На самом деле довольно многие дизайнеры, если вот их так припереть к стенке и спросить, а вот что такое хороший дизайн? Многие скажут, хороший дизайн – это дизайн, который решает поставленную задачу. В моей модели это девиз второй ступени. Почему только второй? Это немножко чуть попозже. Но вот когда дизайнер переходит на этот уровень самоосознания, он понимает уже, чем он отличается от художника, осознает себя в некотором виде как ремесленника. В этом нет ничего принижающего достоинства. Это всегда была и остается почетная роль в обществе. И это окей. Что здесь важно? Важно на этом этапе научиться любить ограничения. Понять, что ограничения – это не какие-то досадные препятствия, которые стоят на пути полета фантазии дизайнера, а способ просто в гармонии существовать с окружающим миром. И более того, даже следует рассматривать разные ограничения, и технические, и социальные, и связанные с человеческим фактором. Все эти ограничения стоит рассматривать как источник вдохновения, а не как препятствия. Приведу пример работы с ограничениями из нашей практики. Однажды, довольно давно, мы делали интерфейс для проектирования интерьеров. Интерфейс, весь этот сервис был предназначен для самых обычных таких людей, которым просто нужно купить мебель, поклеить обои, и они хотят увидеть заранее, как это все будет выглядеть. И по своему опыту, опять же, теперь уже по опыту не как дизайнера, а как просто человека, который делал ремонт в квартире, я знаю, что сделать правильный, точный план квартиры, если его вдруг откуда-то нету готового, довольно сложно. Ты можешь, конечно, там рулеточки измерить, все комнаты, но оно все друг с другом не сойдется вообще, потому что там у каждой стены какая-то толщина, она не всегда понятная, в общем, много сложностей. И мы понимали, что эти сложности возлагать на пользователя с нашей стороны совсем было бы неправильно, это был бы провал. Итак, какие у нас тут ограничения? Во-первых, для расстановки мебели нам нужен таки точный план, иначе там диван не влезет и все, фейл. Во-вторых, пользователи не готовы, конечно же, тратить много усилий на подготовку этого плана. В-третьих, что пользователи могут? Они могут обмерить комнаты изнутри рулеточкой и нарисовать приблизительный план всей квартиры в виде просто там какого-то приблизительного каля-маля. Они не будут приводить вот этот нарисованный план в точно соответствие с реальностью, с точностью до сантиметра. И, к сожалению, вот всех этих исходных данных нам недостаточно, чтобы заставить электронную вычислительную машину этот точный план каким-то образом произвести. Что же с этим делать? Как выйти из этого замкнутого круга? Мы долго думали и пришли к неожиданно изящному решению. Мы, может быть, конечно, сейчас, когда это рассказываю, покажется, что мы все там тупые были, да? Но мы вдруг поняли, что на самом деле точный план всей квартиры нам и не нужен. Достаточно всего лишь вот действительно такого каля-маля. А когда мы заходим уже внутрь комнаты, мы там можем бить циферками то, что мы намерили рулеткой. И план именно этой комнаты станет пропорциональным, точным, четким. И тогда там внутри можно расставлять мебель. Таким образом, все ограничения учтены, не проигнорированы. В то же время мы решили задачу, не перетрудили пользователя. Всех победили. Вернемся к определению. К определению хорошего дизайна на этой, на второй стадии. Это дизайн, который решает поставленную задачу. В чем же тут подвох? Почему я считаю, что это определение справедливо только на втором уровне? Вы, конечно, уже догадались. Дело в том, а откуда же берется эта самая поставленная задача? Как известно, если у нас мусор на входе, мусор будет и на выходе. Многие, к сожалению, очень большому, многие дизайнеры на этой стадии залипают. Им именно они, как правило, особенно это связано с работой в агентствах. Мне очень жалко ребят, которые работают в дизайнерских агентствах. Даже у них выхода особого нет, кроме как перестать работать в агентствах. А пока они работают в агентствах, они рождают такой отвратительный фольклор. Ты кто такой? Давай текст-задание. У меня большая просьба сейчас не фотографировать эти слайды. Не дай бог, кто-нибудь подумает, что я презентую вот этот ужас. Безнятного ТЗ, результат ХЗ. Нет ТЗ, пошел вон. Нет текст-задания, давай до свидания. Кошмар. Почему кошмар? Ну да, какая-то тут своя логика под этим есть, но она абсолютно неправильная. Дизайнеры, которые на этом уровне залипли, они иногда говорят, ну я не могу начать работу, пока задача не сформулирована четко, точно и полностью. Что вы ко мне пристаете вообще? Или еще даже, не вру, случай из жизни. Дизайнер говорит, я опытный дизайнер, много лет за плечами. Я, говорит, все что угодно могу нарисовать. Я очень опытный, способный, талантливый. Вы только мне скажите, что именно вам нарисовать. Я вот именно это вам и нарисую. Молодец вообще. Есть три главных вопроса. Что, как и почему. И дизайнер, который ждет, что ему на блюдечке принесут ответ на вопрос, что именно нужно сделать, чтобы немедленно перейти к решению задачи, как это сделать. И не задумываясь о том, почему вообще это нужно, он сам себе враг. Он превращает себя в шестеренку такого механизма, которая не начинает крутиться, пока все другие шестеренки не зашевелились. Если же все-таки человек это преодолевает, выходит из замкнутого круга, перестает быть шестеренкой, о чем он начинает думать, он переходит на следующую, на третью ступень и начинает, наконец, думать о проблемах пользователей. Что тут, в первую очередь, какой нас ожидает челлендж? Ну, нас, в смысле, меня, например, ждает такой челлендж в силу характера и многих других моих знакомых дизайнеров. Мы социопаты и интроверты. У меня есть... Ну, конечно же, я не могу обобщать, там, тут, наверное, в зале много дизайнеров, и многие, наверное, из них скажут, да нет, мы не интроверты, мы не социопаты, мы нормальные такие. Ну, вот я, да. И у меня есть, наверное, за счет теории, почему там много в дизайне интровертов. Мне кажется, что для того, чтобы войти в эту профессию, особенно если мы заходим через визуальный дизайн, многие это делают в достаточно молодом, может, даже юном возрасте, и для этого нужно, конечно, потратить какие-то силы, научиться в фотошопе что-то делать, вот это все, ошибок наделать, в общем, время и силы. Молодые люди, которые являются экстравертами в этом возрасте, склонны время и силы свое тратить в других каких-то направлениях, тогда как для интровертов и социопатов самовыражение через дизайн может, наоборот, быть такой формой, как это сказать-то правильно, по-умному, не, не буду умничать, ну, в общем, альтернативным способом самовыражения. Сидишь там что-то себе рисуешь, и вроде бы как уже молодец. Вот. Так вот, что я могу сказать? Опять же, наверняка там не все вы интроверты и социопаты, но если вдруг да, как я, да, то совет вам простой. Это нужно преодолевать, через это переступать и все-таки общаться с пользователями. Иначе вы навсегда вот так залипнете на какой-то там на втором этаже вот этой воображаемой лестнице, и никакого светлого будущего у вас не будет. Я сам для себя не считаю этот этап уже закрытым, что вот я там супер-мегаэксперт, тем более, что последние пять лет я работаю в международных компаниях, и там еще добавляются, конечно, проблемы с языковым барьером, тоже нужно преодолевать. Но все же рискну дать вам прямо чуть-чуть умных советов, как именно разговаривать с пользователями, как проводить эффективное интервью. Во-первых, не нужно, по-моему, уже сегодня Ваня, по-моему, упоминал, если я не путаю, упоминал, что кто-то там раньше тоже упоминал в каком-то докладе, что вот это вот не надо делать, не надо просить людей прямо рассказать про их потребности. Ну, это известная байка про Генри Форда, будто бы он говорил, что если бы, может, я правда говорил, если бы я спросил людей, чего они хотят, они бы попросили более быструю лошадь. Второй совет, не надо думать за пользователя и подсказывать, и подталкивать к какому-то решению. Дизайнеры все, конечно, ребята очень умные, головастые, инициативные. Как правило, у дизайнера всегда уже в голове есть какое-то решение, там, хорошее или плохое, какое-то есть. И очень трудно преодолеть вот этот соблазн пользователя к этому решению подталкивать, а подталкивать не нужно. А не нужно использовать закрытые вопросы. Закрытые вопросы – это вопросы, на которые можно ответить да или нет. Есть две причины не использовать закрытые вопросы. Во-первых, когда ты выслушиваешь ответ на открытый вопрос, развернутый ответ, а на открытый вопрос, ну, приходится чаще всего отвечать развернуто, гораздо больше возможности получить какую-то полезную информацию, чем если просто человек скажет «ну да, ну нет». Во-вторых, закрытые вопросы часто являются таким неявным или даже явным способом как раз-таки подтолкнуть респондента в каком-то нужном направлении, а этого делать не надо. Ну и нужно учиться слушать между строк. Это как бы тут никак даже я не разверну, это сложно, но как-то нужно стараться. Есть, я слышал, я верю, даже встречал таких людей, совсем другие люди, которые приходят в наш дизайн цифровых продуктов не из визуального дизайна, как там я и многие мои знакомые, а наоборот вовсе из психологии. Они сначала умеют понимать людей, потом там, наверное, на следующем уровне они учатся решать задачи, и потом только на третьей стадии своего великолепного развития они учатся делать красиво, то, что мы, визуальные дизайнеры, как бы от рождения умеем. Эти люди, к счастью, встречаются, к счастью, потому что я считаю их тоже очень ценными для нашей отрасли. И если вдруг вы такой человек, я с удовольствием с вами пообщаюсь, может быть, даже о работе. Небольшой пример на тему того, почему важно слушать и слышать пользователей, как мы это делаем в нашем райке. Буквально, к счастью, вот прямо все звезды сошлись. Позавчера, в пятницу, 30 марта, мы выпустили новую фичу, называется календарь. Раньше у нас такого не было, а теперь вот она, пожалуйста, есть. Есть. Пока что это экспериментальная фича, но все пользователи уже могут при желании ее включить и посмотреть, попробовать, примерить на себя и поделиться с нами каким-то фидбэком. Почему это удачный пример как раз того, что мы слушаем пользователей и слышим их? Не только потому, что пользователи у нас это просили, и вот, наконец-то, мы это сделали. Это тоже хорошо. Главное это то, что то, как мы задумывали эту фичу в начале, это очень сильно отличается от того, как вот она вышла позавчера. Немножечко должен тут рассказать подробности про наш продукт. У нас любой, допустим, проект или папка с задачами, в нем доступно множество представлений разных. То есть можно список задач увидеть просто как список, как таблицу, как диаграмму Ганта, как канбандоску. И вот мы думали, что, ну, правильно, да, если нам нужен календарь, давайте сюда просто добавим еще представление в виде календаря, на которое пользователи смогут переключаться и видеть все задачи этого проекта, разбросанные вот так вот по календарю. И вот видите, тут еще разными цветами покрашены цвет, соответствует статусу задачи, то есть там либо новая, либо в процессе, либо там ждет ревью или что-нибудь еще. Вот это было наше первоначальное видение, как сделать этот самый календарь, и казалось, что все окей. К счастью, мы уже как бы не такие вот прямо, чтобы сразу делать. Мы провели исследования с пользователями и получили интересные от них инсайты. Во-первых, мы поняли, что больше всего эта фича востребована среди маркетинговых команд. И у них даже есть такой специальный инструмент, маркетинговый календарь. И вот именно этот кейс мы поняли, что нам нужно закрыть в первую очередь и на нем сфокусироваться. Второе, это то, что эти ребята хотели и хотят добавлять на календарь только избранные события, и чаще всего, наверное, даже из разных проектов. А возможность там вывалить все задачи из одного проекта на какой-то календарь, она им, в общем-то, и не нужна, а может быть, даже иногда может быть вредной и опасной. И третий инсайд, это то, что вот эта вот раскраска по статусам событий на календаре тоже оказалась как-то совершенно не в кассу, и гораздо больше пользователям нужна была раскраска по каким-то им собственным категориям. Эти инсайды перевернули всю нашу концепцию к юрохудном, но это не было какой-то драмой, потому что мы относимся к этому спокойно. Если есть причины пересматривать дизайн-решение, это окей, это правильно. И в итоге наш календарь получился совсем другим. Это уже не представление в каждом проекте или папке, это корневой раздел в навигации. Там мы видим список календарей, которые пользователь создал, и вот у каждого календаря свой цвет. Очень похоже, в общем-то, на Google календарь и на подобные тоже инструменты. Есть разница, что здесь каждое событие соответствует задаче у нас в Райке. И вот так же можно, опять же, как на Google календаре, прямо здесь создавать события, или можно любую задачу из Райка запинить на любой из существующих календарей, так что эта задача появится на календаре. Важно, как раз в чем главное отличие первоначальной концепции от вот этой вот, то, что появление задачи на календаре стало явным выбором пользователя, а не врожденным таким свойством любой задачи. На самом деле мы еще придумали так называемые смарт-календарьи, на которых задачи появляются автоматически, но сейчас я в это углубляться не буду, потому что нам пора переходить к следующей ступени, к четвертой. Что у нас тут интересного? Удивительно, но факт. Не всегда продукты с отличным дизайном, эффективно решающие проблемы пользователей, они не всегда бывают успешны на рынке. Можем вспомнить историю всеми, ну почти всеми горячо любимой компании Apple, когда еще у них был такой жизнерадостный логотип. На самом деле, по-моему, ну и по мнению многих других людей, продукты компании Apple, они всегда отличались отличным дизайном и дружелюбным интерфейсом. Но тем не менее, 20 лет назад вот с такими прекрасными продуктами компания стояла прям вот на полшажочка от разорения. И только приход, возвращение, вернее, возвращение Стива Джобса все смогло спасти. Для меня это довольно странно, но я действительно знаю некоторых очень талантливых, опытных, способных дизайнеров, которые прямо так и говорят, я там делаю красоту, я забочусь о людях, а вот ваши вот эти бизнес-заморочки мне до лампочки. Мне это странно, я всегда хотел делать не только там классные и полезные продукты, но еще успешные продукты. По-моему, это даже в некотором роде инстинкт самосохранения, потому что если продукт не успешен на рынке, это чаще всего не только там грустная история, а еще и довольно короткая история. Так что, в общем-то, хочешь жить, думай о бизнесе, тут ничего личного, просто капитализм. Поэтому, по-моему, хороший дизайнер, он всегда рассматривает задачи бизнеса как источник вдохновения, а не как препятствия. Опять же, пересекается немножко с предыдущим разговором про разного рода ограничения. На этом уровне это тоже работает. Приведу пример. Вот этот мужчина с отличной бородой, почти такой же, как у Димы, жил в XIX веке, его звали Михаил Тонет, и он придумал так называемый венский стул. Почему это отличный пример дизайна? Потому что, ну не только потому, что он красивый, 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 и достаточно удобный, кстати, тоже удобный стул. Но не это обеспечило ему 50 миллионов продаж. Вы можете себе вообще представить, в XIX веке 50 миллионов стульев. Дело в том, что в разобранном состоянии ровно 36 таких стульев помещались в контейнер размером метр на метр, и это позволило их дешево делать где-нибудь там в Восточной Европе и отправлять по морю, например, в Нью-Йорк, и продавать там тоже не задорого. Вот это вот я понимаю, как всем дизайном. Дизайн, а не просто красота и удобство. Тут на этом этапе, на каком сейчас, на четвертом уровне, да? Четвертый, я не путаю. На четвертом уровне есть риски для дизайнера. Достаточно это стоит иллюстрирует, что это страшный этап, да? Можно превратиться, можно нечаянно превратиться из дизайнера в кого-нибудь еще, например, в продакт-менеджера. Очень многие, даже, ну, скажу прям так, к сожалению, очень многие мои дизайнеры на этом, знакомые мои дизайнеры, на этом этапе, когда вот они только нащупывают еще связь между дизайн-решениями и успехами в бизнесе, а они, хоп, и все, и уже, типа, я теперь продакт-менеджер. Я, ну, не берусь тут осуждать, это для кого-то, наверное, правильный тоже путь. Но бывает даже еще интереснее. Многие ребята из дизайнеров запускают какие-то свои компании, свои бизнесы, и не без успеха, и у нас в России в том числе, кстати. У меня, правда, тут примеры не русские, но в каждой из этих компаний, наверное, некоторые наверняка вам знакомы, среди основателей есть дизайнер. Итак, представьте себе, что вы дизайнер, вы умеете делать красиво, вы умеете решать задачи, вы понимаете пользователей и умеете все это обратить в деньги. Что же может быть еще дальше? Какой еще может быть невообразимый и пятый уровень после всего этого? Пятым уровнем, я считаю, ни много ни мало готовность и способность дизайнера изменить мир. Это может казаться, что звучит достаточно наивно или слишком пафосно, но на самом деле, ведь ребята, которые меняют мир, они реально среди нас, они где-то вот, ну, и все мы отчасти, и даже там тот же Стив Джобсон, он тоже был сделан из такого же мяса, как мы. Но чтобы не зацикливаться на Стиве, можем, например, вспомнить Брайана Чески, он тоже дизайнер, и он один из основателей сервиса Airbnb. Все наверняка знаете. Кто использовал Airbnb? Молодцы. Вот, а здесь Брайан жалуется, что когда они вот это все начинали, там в Силиконовой долине еще не верили, что дизайнер основывает компанию, сдурели, что ли. Вот, но сейчас уже все изменилось, сейчас это нормальное достаточно явление. По легенде, вообще Airbnb достаточно смешно начинали, у них, они просто снимали там квартиру в Сан-Франциско и хотели как-то компенсировать эти расходы. Брайан со своим товарищем по колледжу и решили там сдавать за 80 долларов за ночь, пускать людей переночевать. И вот тут у них это покатилось, и в итоге получилось достаточно интересно. Сейчас можно сказать, что Airbnb действительно перевернул индустрию путешествий мировую и с одной стороны дает возможность владельцам недвижимости зарабатывать по-новому, а нам всем путешественникам дает невиданную ранее возможность чувствовать себя как дома практически в любой точке земного шара. Другой пример – это компания 37 сигналов с их продуктом Basecamp. Я вот в начале своего рассказа уже упоминал про нашу историю со студией Turbomilk. Мы делали разные там дизайн интерфейсов, иконки, логотипы, персонажи. И при этом наши заказчики, они в основном были где-нибудь там в Америке, в других местах, немножко в Москве. А офис у нас был в Самаре. И, конечно же, мы никак не могли обойтись без какого-то онлайнового инструмента, чтобы общаться с клиентами, с партнерами и вот как-то организовывать свою работу. И мы нашли такой инструмент тогда – это Basecamp. Это сейчас уже все про Basecamp знают, а может быть уже многие начинают забывать, потому что там больше в моде, не знаю, триеллы, может быть, что-то еще. А тогда это, наверное, мы были одними из первых пользователей Basecamp в России. И я думаю, это сыграло огромную роль вообще в становлении нашей компании, в том, как вообще Turbomilk, чем Turbomilk являлся и чем он стал. Если бы не Basecamp, это была бы как-то совсем другая история. Поэтому без всякого там привлечения можно сказать, что вот эти ребята из компании 37signals, они изменили жизни миллионов людей по всему миру, и в том числе нас вот в этом вот нашем Turbomilk. И тогда эта история мне глубоко запала в душу, несмотря даже на то, что я давно уже не считаю Basecamp таким уж раз прекрасным, великолепным продуктом. Потому что я верю, что можно сделать инструмент для организации совместной работы намного лучше, чем Basecamp. И я не только в это верю, но и хочу это сам сделать, чтобы как раз-таки миллионам людей по всему миру помочь организовывать их ежедневную работу. И именно поэтому я присоединился к компании Rike, потому что Rike – это как раз вот такой инструмент. Я понимаю, что нам еще многое предстоит сделать, но я верю, что мы на верном пути. И для меня это значит намного больше, чем просто делать дизайн, решать задачи, помогать людям и зарабатывать деньги. И я всем вам желаю найти для себя такое же дело в вашей жизни, от которого вас будет переть. Спасибо. Буду рад ответить на вопрос. Спасибо. Спасибо за доклад. Ну, я на самом деле не дизайнер от слова совсем, но на самом деле многие, наверное, даже все слова, что ты говорил, можно перенести на разработчиков, например, дословно. И вопрос у меня такой. Мы общаемся с дизайнерами и, допустим, понимаем, что дизайнер на самом деле на уровне 2. Он говорит нам, что приносите ТЗ, и я вам нарисую. А мы сами не знаем, что мы хотим, и не разработчики, наверное, должны ставить задачу дизайнеру. Как вот мотивировать, не знаю, заставить, ну, какое-то слово подобрать правильно. В общем, как объяснить дизайнеру, что на самом деле нужно как бы вырастить хотя бы до уровня 3 и начать работать с пользователем, ну, как бы начать решать проблемы, а не требовать конкретный ТЗ. Спасибо большое за вопрос. На самом деле я не уверен, что прямо-то я что-то отвечу осмысленное, потому что, ну, в каком-то смысле, наверное, весь мой доклад был такой попыткой, если кто-то вдруг действительно на этом уровне находится, объяснить и замотивировать двигаться дальше. Другое дело, что если вот разбирать конкретную ситуацию, я почему-то сразу думаю, ну, ведь все, наверное, должно расти достаточно равномерно. И говорить дизайнеру, что, ну, вот мы не знаем, чем мы от тебя хотим, давай веди нас, может быть, тоже не всегда уместно, и, в общем, все сложно, да. Ну, и какой-то, я верю, должна быть сильная, обычно, роль менеджера продукта. Они как-то вот с дизайнером, в основном, что у нас, в Райке, они очень тесно работают, и только если их уровни друг другу более-менее соответствуют, вот тогда получается прям классно. Надеюсь, что чуть-чуть хотя бы ответил. Еще вопросы? Привет, меня зовут Надя, компания Rubius. Такой вопрос с подвохом. В какой программе планируете собственные спринты и разработку продукта? Ответ вообще без подвоха, брайки. Ну, это всем советую, конечно, но нам в некотором роде повезло, мы действительно можем использовать наш собственный продукт для нашей работы, и это нам дает кучу бенефитов. Мне жалко тех дизайнеров, которые по объективным, совершенно причинам, ну, не могут так делать, потому что то, что они делают, оно в какой-то там другой, совершенно предметной области находится. Поэтому, если у вас есть возможность, конечно, так и надо делать. Сколько ты заплатил за этот вопрос? Спасибо, Егор. Меня Дим зовут, вы уже поняли. У меня еще один платный вопрос. Для каких команд вообще в райк подходит? Идеально, для каких не очень идеально? Смотри, мы стараемся не прямо уж так ограничиваться в пределах. Наверное, можно считать, если уж так по-честному говорить, мы-то используем райк, потому что это наш райк, и мы вот в нем всю разработку тоже ведем. Наверное, если вот компания разрабатывает, например, софт, ну, там есть другие мировые лидеры, там, Атласин, вот это все. Все остальные, чуть-чуть менее, как бы, айтишной направленности, очень велкам, и так получается пока что по результатам, что, ну, может быть, некоторое смещение есть в область маркетинга. То есть маркетинговые команды, вот они райком пользуются чаще, им им пользу приносит явную. Но, в принципе, очень много других применений тоже. То есть это и профессиональные сервисы всякие, черти что угодно. Еще вопросы? Нет вопросов. Но Егор будет в экспертной зоне, спрашивает. А еще? У меня такой вопрос. Меня зовут Никита. И из вашей логики рассказа я не совсем понял, как дизайнеру перейти из первого уровня во второй, из второго, в третий и так далее. То есть или это как бы происходит, ну, как бы в момент, ты такой знаешь, что можно менять мир, и ты такой бац, и меняешь мир. Можете пояснить? Хороший вопрос. На самом деле, тут, ну, во-первых, главная эта идея в чем? В том, что нужно думать о других вещах. То есть когда ты уже начинаешь думать о, и перестаешь отмахиваться просто, например, там, отмахиваться от проблем бизнеса. Говорит, типа, это не моя забота. Тогда уже, ну, как бы, некоторые левел ап. С другой стороны, ну, конечно, эта вот вся лесенка, это достаточно такая упрощенная модель, вот, как будто бы по ней, если идти, и как я уже говорил, ну, я не считаю для себя, например, третий уровень закрытым. Ну, второй, там, первый, ну, в какой-то степени тоже всегда есть какие-то беспредельные совершенства. Вот. И в то же время думаю и про, там, и четвертый, и пятый. То есть это, наверное, вот эта метафора лестницы, она достаточно ограничена и не полностью соответствует идее. То есть главное, что нужно стараться обо всем этом думать и понимать, что если ты вдруг почему-то отметаешь от себя, не дай бог, там, ну, надеюсь, таких все-таки нету, отметаешь проблему пользователя, говоришь, типа, ну, вот я просто, чтобы красиво, или там отметаешь проблему бизнеса, типа, вот я просто, чтобы людям было хорошо, а это мне бизнес до лампочки, то тогда это ты сам себя ограничиваешь совершенно зря. Вот это в этом идея. Все, спасибо. А вопрос такой, если ты начинаешь задумываться о проблемах бизнеса и так далее, ты же все равно теряешь что-то в своем ремесле, медленнее, начинаешь там, там проседать. Вот вы говорили, что становишься продакт-менеджером, что с этим делать? Конечно, да, есть такой риск, но я все-таки верю, что хорошие специалисты, они такие же обычно, как бы, Т-образные, то есть у них глубокая экспертиза в какой-то своей области, но в то же время нужно захватывать и пошире. Безотносительно совершенно того, что я рассказывал, например, я верю, что, скажем так, я не уверен, что хороший дизайнер, например, должен уметь писать там классный код для фронт-энда, но какие-то представления обязательно должен иметь. Лучше даже, если он немножко уможет своими руками. И, конечно, да, это как бы время в человеческой жизни не безграничное, и то время, которое дизайнер потратит на изучение там, JavaScript-а, он мог бы, наверное, потратить на, не знаю, чтение Яхана Саитона или чего-нибудь еще, но все-таки я считаю это важно. То есть в эффективных командах, тем более в наше, так сказать, эжайльное время, экспертизы членов команды должны пересекаться, чтобы они могли говорить на общем языке, и вот дизайнеру для чего нужно думать о бизнесе? Не для того, что даже для того, чтобы там принимать какие-то прям бизнес-решения, а в первую очередь для того, чтобы говорить на общем языке, допустим, с продуктовнером, с кем-то еще там, с стейкхолдерами, и ловче понимать приоритеты. Вот, ну, поэтому, да, какое-то время на это тратить нужно, это неизбежное даже, может быть, не совсем правильное слово жертва, это нужно делать, ну, а если уж так получается, что вдруг кого-нибудь совсем засосет, например, в бизнес, ну, судьба такая, значит. Спасибо.